привет у нас сегодня мог интервью для разработчиков и давайте начнем для разработчиков имеется ввиду чтобы я буду спрашивать вас больше вопросы инженерного характера чем поведенческие вы сами можете отработать вопросы про расскажите мне про себя расскажите мне про проект но тем более мы на прошлом занятии обсуждали давайте кто кто готов 1 включаетесь и у меня будет к вам серия серия вопросов то есть в зависимости от того кто кто вы просто не нужен человек 1 а можно вопрос это только для разработчиков нет ну если ты тестировщик тоже давай так кто готов кто готов я хочу ну я давно не повторяю не страшно давай давай начнем что такое promise на русском на английском как хочешь главное что ты понимала что такое давай на русском так что все тебя поняли promise это когда мы делаем запрос на сервер и через api мы у нас есть promise это сразу поправлю это это но оно чаще всего используется там но это это не значит что promise это это всегда запрос ну можно сказать что promise это типа как объект для асинхронной операции где мы мы делаем запросы и ожидаем на пендинг или риджек и есть два метода для этого то есть в общем сказать типа что это как объект который представляет собой асинхронную операцию для для статуса все слова сказала правильно но нужно их еще в правильный порядок ну да то есть promise это как бы это запрос на сервер для получения обмена информации нет нет это api да promise нет promise и используется для запросов на сервер но они но они не но они не это как метод это как можно сказать метод promise это это когда мы когда есть какая-то отложенная операция это не обязательно должен быть запрос это может быть просто какое-то может быть какое-то действие длительное и не обязательно это будет сервер ну окажема сказать что как бы promise это операция для получения какого-то из мер из какого-то из статуса который может быть пендинг по моему reject еще какой-то в общем то так в общем то так да да можно можно и так сказать хорошо так кто готов ответить что такое promise чуть подробнее я могу попробовать давай promise ну мы знаем что джаваскрипт это однопоточный механизм использует однопоточный механизм но у нас однопоточный механизм отразумевает блокировку каких-то событий то есть для этого в джаваскрипте есть асинхронные операции результатом выполнения асинхронной операции является объект специальный объект который называется promise promise может быть в трех состояниях пендинг full field и resolve то есть пендинг это еще состояние у нас в процессе а full field и ну а второй станет когда full field или выполнен он или от отказан promise можно обработать цепочкой then и кейдж в then мы обрабатываем результат позитивный результат кейдж мы обрабатываем ошибки хорошо так лучше только там full field и reject скорее всего да 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 и сам promise при создании promise promise принимает конструктор promise принимает вот эти как раз кейс и резовый джек то это функции и в этих функциях мы описываем в одной мы описываем позитивный результат другой негативный по этому поводу если спросят интервью что-то подобное насколько должен быть развернутый ответ то есть может быть не обязательно сильно прям развернутый может быть это как когда для дополнительных вопросов если понадобится ну нет почему вполне такого ответа вполне достаточно нормально хорошо что такое документ обжиг модул давай ну кто может может тебе если знаешь это чат и документов дик модул это представление html элементов виде дерева где она хранится документ обжиг модул на хранится у нас она приходит короче когда когда юзер заходит сделать запрос на вводит в поисковой строке браузера запрос нам приходит html благодаря то есть браузер обрабатывает html благодаря вот этой документ браузер переделал делает объектную модель на основе html да обрабатывает html ну да делает составляет составляет модель на основе вот хтмл который нам приходит ответом сервером сервера такое event event bubbling кому вопросы давай тебе но если ты знаешь это часть event bubbling то есть когда у нас есть я тут могу простым словами когда у нас есть nested ну то есть вложенные элементы и на каждом элементе висит какой-то слушатель событий и если мы нажимаем или там вызываем этот слушатель событий на внутреннем элементе соответственно внешний иди на чем он висит это событие всплывет чтобы его предотвратить мы используем и event prevent default вызываем функцию венте вот таким образом мы предотвращаем всплыть это событие что с собой представляет всплыть а как какой пример можно привести и как какой эффект это может делать ну я могу пример из реакции когда у нас есть форма на каждом импуте висит своем change а на форме у нас висит submit форма типа submit вот и когда мы нажимаем на у нас есть там кнопки сюда когда мы нажимаем когда мы вводим импут у нас висит он change и мы не хотим чтобы при завершении ну чтобы этот он часть отправил она же обернута у нас форму форм элемент и чтобы у нас форма отправилась на первом импуте мы этого не хотим мы для для этого мы предотвращаем вот это всплытие пока у нас не не сработает как пока мы не дадим все наши а что то это такое event capturing event capturing это как бы обратный процесс когда у нас на одном по моему когда у нас на одном элементе могут быть несколько слушателей вот как то так и мы хотим следующий предотвратить мы используем event стоп пропагейшн это давай давай просто ты себе сделаешь пометку рассмотреть event bubbling event capturing prevent дефолт стоп и стоп пропагейшн просто чтобы ты проверил что такое так хорошо хорошо я можно задать вопрос ну да я просто пропустила начало вот данное интервью это ребята которые принимают участие в этом да это сколько нужно классов пройти чтобы как бы знаешь и вот этим но у нас нет на она идет на на фронт-энд поэтому я спрашиваю вопросы по фронт-энду если вы если вы автомейшн как вот мне нужен человек а дальше я вопросы уже подберу у меня автомейшн да то есть это мы не должны знать да я так понимаю хорошо давай ты будешь следующее сколько ты в автомейшне у меня начнется только а сиквел 24 сентября так только джаваскрипт и джаваскрипт 2 хорошо в чем разница между двойным и тройным равно но двойное равно не сравнивает то есть тройное равно сравнивает и значение и тип это строгое сравнение а двойное двойное равно это не строгое сравнение и не рекомендуется его использовать почему потому что результат будет неверный потому что если мы сравниваем значение значение может быть цифра 3 тип может быть строка либо цифра хорошо в чем разница между нау и андефайн на это когда значение отсутствует я немножко путаюсь в этих моментах но андефайн пока еще не определяет меня не определенного значения кто захочет дополнить добавить про нау и андефайн виктор я хотел бы сказать по поводу двойного равно и просто равно да недавно я попался на таком на таком задании оперейшнс надо было найти все слова с большой буквы эй да я через функцию сделал по моему через функцию фильтр да так в жава скрипте там слова в общем я ваш была ошибка выдавал ошибку все сделал кроме двойного равно в ретоне да и сколько раз я не не пытался он говорит одна ошибка принципиально двойное равно которое ну как бы так пропустил эту тему и так вот я попался в ретоне надо было вернуть вернуть стейт зеро то есть как бы любой элемент массива двойное равно большая буква эй в кавычках и тогда правильно нет почему я думаю что нет странно почему двойное я я вот сам думал почему потому что они как бы считают что вот здесь вот именно двойное равно является принципиальным вот этим принципом сортировки массива вот так там все решается ну я могу показать пример кто кто хочет решить эту сдачу из кто из кодинга кто хочет закодить нужно 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 еще раз повтори условия чтобы мы ближе ближе были есть массив просто это что из слов слов в этих словах можно найти слова с большой буквы а которые начинаются или просто в которых есть большая буква а которые начинаются с большой букву а о большую букву а Хорошо. Можно даже интереснее сделать условия, в которых есть просто первая буква большая. Можно так сделать. Но эта функция немножко другая будет. Там я фильтр использовал, а здесь может быть, я не знаю, там two uppercase, наверное. Фильтр пойдет? Фильтр годится? Фильтр годится. Да. Тогда так. Кто хочет закодить? Интересная задача. Ребят, есть кто? Могу попробовать. Давай, открывай экран. Может быть, кто-то хочет. Я много отвечаю. Мне нельзя делиться. Давай, можно. Так, сейчас, секунду. Песочек? Не, не, заходи в play. Не надо, Джей Збин дурацкий. Идет открытый. Шиплэй. Плей, чё? Точка, localcoding.us. Давай, напишем входные данные. Ну, сделаем пример. Или нет, давай сделаем. Ну, да, просто какой-то... У нас есть массив? Да, да. Константа катит. Константа катит, да. Array там в квадратную скобку. Квадратная скобка. И, например, название штатов, например. Аляска, Обама. Любые там имена пиши. Ну, можно писать с большими и не с большими, да? Там надо как-то будет... Ну, там же не всё нам. Да, да. Пиши любой штат с маленькой буквы. Maryland, Pennsylvania, чё угодно. Там просто пиши. И потом... Новый открываешь, там... Новую даёшь переменную и через... Она... Дальше... Дальше... Дальше я не надо детали объяснять. Да, да. Я как бы сейчас... Напишу просто. Скажите мне, что ты какие-то... Нью-Йорк. Нью-Йорк. Напишу просто Нью-Йорк. Калифорния. Пойдёт. Вот так вот пойдёт, да? По-любому пойдёт, да. Пойдёт. Нью-Йорк. Уорния. Ну и... Достаточно. Достаточно. Пиши функцию. То есть нам нужно... Давай ещё раз определим задачу. Нам нужно написать такую функцию, которая вернёт нам... Давайте скажем... Количество... Подожди, подожди. Ты дослушай сначала задание. Я функцию называю просто. А. Ну, я слушаю, я слушаю. Нам нужно написать функцию, которая вернёт нам количество слов, которые начинаются на большую букву. Количество слов, которые начинаются на большую букву, да? Да. С названием помогите. Значит, это... Назовём её... Апер... 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 Апер намбер. Не знаю. Аперкейс намбер. Не-не-не. Лучше какая-то вот, знаешь, там просто вообще там... Абракадабр. Без равен. Ну, не. Ну, ладно. Здрасте. Какая абракадабра? Не-не-не. Надо нормально вызывать. Конст... Не-не. Например, можешь большую букву просто поставить, и всё. А давай будет делать тот, кто делает. Да-да, давай-давай. Ты даёшь плохие советы. Название функции должно быть... Название функции должно соответствовать её назначению. Я тебе лучше скажу, функция что должна нам вернуть? Она должна намбер вернуть, поэтому... Оно должно вернуть нам количество. Количество, да, число. То есть, пиши каунт... Каунт без капитала. Так вот. Старт без капитал. Каунт. А апперкейс может лучше брать? Ну, апперкейс? Окей. Смотри. Функция считает... Какая разница, там, какие это будут штаты или нештаты, там, капитал, не капитал. Ну, не надо это всё там апперкейс. Это кейс. Вообще. Она считает каунт, она считает количество слов, ну, точнее, как бы элементов, которые начинаются с большой буквы. Поэтому ты пишешь каунт, старт, апперкейс. А мы должны начинать с конста или мы функция должны писать? Она делает стрелочную функцию, судя по всему. Она у нас принимает наш array, да? Ну, в который вот эти данные... Да, да. А где? А какие? Я что-то не понимаю. А, тут не... Вот. Ты делай... Ты смотри. Задание ты поняла. Теперь, пожалуйста, его делай и комментируй. Значит, она у нас вернёт длину, длину массива. Мы можем вот по этому массиву пройтись фильтром, отфильтровать каждый элемент массива, который старт... По-моему, у строки есть, да? Стартвиз метод. Ну, нам надо сейчас, нам надо сравнить... Комментируй. Давай напомни мне, что нужно сделать? Мы должны вернуть количество... Ну, длину отфильтрованного массива. В этом массиве будут лежать только названия, которые начинаются с большой буквы. Правильно? Я поняла. Да. Длину массива... Да. Нам надо... Только надо сейчас подумать, как это сравнить. То есть, элемент... С большой буквы или с большой буквы А надо найти? Нет, просто с большой буквы. То есть, элемент... Стартвиз... Здравствуйте, подсказывать можно или нет? Нет. Можно только сейчас. Сейчас элементу... То есть, нам надо... Если мы возьмем и скажем, что элементу uppercase не равен элементу uppercase, то что если вот этот элемент равен to uppercase, то нам он нужен. Если мы скажем, что элементу uppercase вот этот не равен элементу uppercase, то он нам не нужен. Понятие? Ну, как бы... Понятно моя логика? Допустим, мы тебя поняли. Реализу. Окей. То есть, фильтр, элемент, нулевой индекс у него... to uppercase равен... Ну, тут спокойно можно, наверное, тройное равно, почему элемент... Опять же, нулевой индекс. Так, я только что всех замутировал. Давай я тебя размутирую. Ой, нет, закрыто. Да, ты говори. Меня слышно? Да, теперь да. Вот так вот, по идее, да? То есть, мы переводим элемент to uppercase, и он не изменился. Он у нас так с большой буквы. У этого оно у нас не равно, и он нам не нужен. Я не умею объяснять, но, в общем, мы берем вот этот элемент, первый элемент вот этого элемента, то есть, это первая букву, переводим ее в uppercase, и у нас они неравны. То есть, он и фильтр наш не попадает. И вот, и выводим его, получаем его длину. А что ты написала внутри, на пятой строке? Return. Вот это? Return array filter element. Element нулевой to uppercase. Равен element нулевой length. То есть, я отфильтровала массив, у которого... Ну, в смысле... Хорошо, хорошо. Хорошо, я просто спросил. Запускай, запускай. И как она запускается? А что ты хочешь увидеть? Это где в консоли надо? Ну, я... Ой, ссори, ссори, где туда. Просто открой консоль. Открой консоль здесь. Да. А, ну мне... Так, я консоль-то не написала, ссори. Да, вызовем ее и вернем в консоль. Ну, или... Обычно, как бы... Обычно. Поменьше народу напишу. И передаем туда наш вот этот array. Только тут твои входные данные, они 50 на 50. А зачем? Зачем? Зачем ты делаешь? А, так, делаю. А зачем? Ну, если... Эта функция может принимать любой array, чтобы вот... Ну, вот, напишу. А если напишешь там R, просто будет написано R? Ну, то же самое будет. Это и так, чтобы отличать. А как бы это параметр, это... Это уже аргумент. Ну, запускай. А тут... Сейчас. Два. Угу. Ну, два элемента, по идее, у нас с большой буквы начинаются. У тебя два элемента с большой буквы, два элемента с маленькой буквы. Ну, давай поменяй Калифорнию на большую букву и посмотри, будет ли три. Да. Да. Прекрасно. Молодец. Молодец. Замечательно. Все видели? Всем понятно? Там, на самом деле, ее можно было сократить. Там, если ты делаешь стрелочную функцию, ты могла бы сделать как бы стрелка-стрелка. И вместо return тоже было бы красиво. Вообще, в одну строчку бы уместилось бы все. Слышишь? А, так, ты замутировалась. Сейчас. Да, вы теперь можете себя размутировать, только, пожалуйста, если вы что-то сказали, потом выключайте микрофон. А то... Можно вопрос? Давай. В эту функцию мог прийти аре любого типа. Нам надо добавлять проверку, что это строка. Ну, это уже... Таня должна была спросить до того, как начать ее писать. А, да, или что у нас... Ну, да. А скажите, пожалуйста... Можно, да, спросите? А скажите, пожалуйста, а там же было задание, чтобы на букву А или только посчитать заглавные буквы там было? А мы его немножко модифицировали, когда я говорил условия. А, ну, тогда ладно, спасибо. А задавать вопросы, когда дают задачу там, ну, просто как-то по условию было понятно, что придет массив точно с данными. Просто если придет массив, он сломал... Не было понятно. Просто сказали, что придет. А варианты, вот типа, а может ли то, а может ли все, это твоя уже задача спросить. Это обязательно спрашивай, да? Ну, да, потому что это покажет твое... Не просто, а, там, сказали копать, все побежали копать. А куда, зачем, как бы, а к чему, какая там глубина, ширина, там, и так дальше. Это все, как бы, просто сказали копать, мы копаем. Да, вы должны задавать вопросы. Кажется, пожалуйста, объем кода, ну, то есть простота написания, имеет какое-то значение? Или имеет значение только результат? Неважно, какими объемами ты будешь там... Могли бы попросить не использовать методы массивов, например. И тогда бы она писала бы через цикл for. Да, скорее всего. Кто следующий хочет быть? На любой. JavaScript, QA, manual, QA, automation, любой. Давайте, кто на что, сразу подберем вам по вашему уровню задание. Ну, давайте, скорее, время. Ребят, время. Мы через 30 минут, и я закончу это мероприятие. Ну, хорошо, давайте я что-нибудь про JavaScript, React, что-нибудь такое. Так, что-нибудь про React. Какая текущая версия React, последняя? 18? 17? Ты же мастер, ты должен знать, какая последняя версия React. Ты же его используешь. Ладно, это так было. Подколка. А 18 какая, точка какая? Ну, это так, это так, чисто так, чтобы просто готовились к... К разному. Хорошо. Ну, такие вопросы сразу, такие вопросы глупые, ну, в кавычках, часто бывают, получается. Ну, а почему бы нет? Типа, вот, ты, типа, вы используете React, да, а какая последняя версия React? Ну, если ты вот, как бы, ты, ну, идешь как разработчик, это твой основной инструмент. Это твой основной инструмент, в который ты работаешь. Да. Хорошо. Обычно говоришь, что последняя версия, допустим, такая, там, мы используем и там, на версию, и ниже, допустим. Потому что самую последнюю, ну, редко, наверное, кто использует последние версии. Обычно так немножечко отстаешь. Да, хороший способ отмазаться, ну, выпытаться. Да. Ладно. Что такое... Что такое props в React? Props – это properties, которые передаются в parent element в child element. А что мы можем туда передавать? Функции, перемены. А есть ли какие-то ограничения на типе данных? Хорошо. Опас. Нет. Нет. Нет, да. Передавай, что хочешь. Да, ну, просто так, ты так уверенно ответил, что можно было засомневаться. Хорошо. Хорошо. Какие принципы объектно-ориентированного программирования использует React? Тоже хороший вопрос, я не вспомню сейчас. Какие вы все интересны? Компанин? Что? Компанин? Он использует компоненты. Абстракцию, наверное, да? Абстракцию, аксуляцию. И архивы, когда вот уже... Наследование, да, напомню. Наследование. Давайте углубимся в этот вопрос. Как в React реализовано наследование? Через прототипы? Нет? А если мы говорим про наследование, то методы, допустим, тех же объектов и RF, это и есть наследование. Ну, они относятся к React или к JavaScript? К JavaScript. Да. Посмотрите, посмотрите. Ну, как бы я не буду сейчас ничего вам не говорить. Сами у вас есть лопата, копните на эту тему. Но OOP вообще не используется в React, если говорить в общем. Вот это и должен был быть ваш ответ. Да. Хорошо. Дальше. У нас есть... В React есть состояние, state. Каким образом мы с ним можем работать и что это вообще такое? Можем его менять. Каким образом? Какие-то, может быть... Через хук. Устанет. Через хук. Устанет. Что именно мы-то можем делать? Как это работает? То есть, в сайт, допустим, перемены... КВП, ну, поменяет значение она на новое. И получается вызвать... При обновлении перемены можно ее использовать в новом значении. Так, не знаю. Приготовь... Приготовь более уверенный ответ. Да. Про пропсы и про state. Прямо вот с чего мы начинаем. Начинаем. Катя, ты что хотел сказать? Или просто крикнула? Ладно. Идем... Идем дальше. И давай про JavaScript поговорим. Что такое closure, замыкание? Это... Насколько я понимаю, это в основном функции используется для того, чтобы выполнить цепочку каких-то операций. с минимальной сложностью алгоритма? Что-то вот такое. То есть... Это не про это. Вопрос остается. Замыкание. Тоже посмотри. Для чего используется вот такая конструкция, когда ставят два восклицательных знака? Чтобы... Привести к булеву? Да. Хорошо. Хорошо. Как проверить, что к нам пришел массив? У него есть длина. У 40 тоже есть длина. Согласен. Да. Пайпо. Здесь метод. Уаре прототипа. Возможно, да. Возможно через... Arrays Array, да, по-моему? Arrays Array, да. Да. Один из вариантов, да. Как проверить, что к нам пришел объект? Type of... Null тоже вернет Type of Object? No. Вопрос остается открытым. Проверка массива, проверка объект. Что такое this? Это контекст, в котором выполняется какая-то операция. Хорошо. На что она указывает? То есть, если это функция, то это будет именно в контексте этой функции, а не out of scope функция. ЗС указывает сам на себя? Да. В том, где она исполняется? Хорошо. Так. Что такое function prototype apply и function prototype call? Ты это знаешь или нет? Ну, кстати, недавно читал. Давай. Не использовал особо никогда. Apply. Так, значит, function prototype apply, по-моему, принимает только один аргумент, насколько я помню, и может исполняет функцию с этим аргументом. Потом prototype да. Так. Там есть call apply bind, насколько я помню. Одно просто вызывает. Apply, смотри, apply начинается на букву A, и array начинается на букву A. Ты можешь так это лучше запомнить. Array принимает массив, а call принимает принимает просто ну, да, ну, через запятую набор. Ну, точнее, не набор, а ты просто передаешь это аргумент. Для чего это используется, вот это function call apply, для чего это? Apply? Ну, для того, чтобы работать с массивами и выполнять функцию на длину массива, то есть на каждый элемент массива? Нет. Ты не сказал самое важное. Давай, говори. А нет, для того, чтобы привязать контекст вызова. Для того, чтобы привязать здесь. Да, то есть вот то, что ты передашь, этим и будет здесь. Хорошо. Хорошо, молодцы. Нормально, нормально. Я понимаю, что как бы в некоторых еще вопросах так как бы теряешься, но вот как бы замыкание один из таких вопросов, которые нужно бы решить. И, да. Так. Хорошо. Нормально. Давай еще один вопрос. NAN. Что такое NAN? NOTA NUMBER? Как мы можем проверить, что это NOTA NUMBER? Может, что NOTA NUMBER? Я сейчас не вспомню. Я помню, что было что-то такое. Кто знает? Кто помнит? ISNAN. ISNAN, да. Да. Народится. Хорошо. Хорошо. Чем стрелочная функция, чем function expression отличается от function declaration? Что и что? Ну, expression стрелочная краса, function declaration это когда пишешь function имя и там скобочки. А чем они отличаются? Отличаются тем, что function expression может быть использована только после записи. То есть, ну, из-за того, что JavaScript идет сверху вниз, постепенно, то есть, нельзя его вызвать до ISNAN declaration, то ты можешь его вызвать до объявления. Как называется этот эффект? Баблин? Хостинг. Хостинг, хостинг, да, Баблин. Хорошо. Хорошо, молодец. Ну, да, да, это похоже по принципу на баблин, но это хостинг. Хо и стинг, всплытие. Хорошо, спасибо, молодец. Кто следующий? Я могу попробовать только без кодинга из телефона. Хорошо. Давай тогда про промис мы говорили? Ты говорила, да, про промис? Я говорю. И там Таня тоже говорила. Катя, давай, твоя версия о промис. Кромис – это обещание, которое выполняется асинхронно и позволяет нам выполнять асинхронный код. Используют then, catch и finally за обработки reject, catch, там reject и, короче, положительный исход и отрицательный исход. Then для положительного исхода, catch для отрицательного и finally в любом случае выполнить. Ну, допустим, очистить форму в любом случае. Хорошо. Ну, сойдет. Что такое промис all? Так. Катя пошла это в библиотеку. Катя, promise all. Меня не слышно? Ага. Это когда все промисы, допустим, у тебя два промиса и когда они все выполнятся, тогда выполнится promise all. А promise какой еще есть? First. Какой есть? First. Если я правильно помню, кто первый? кто даст точнее? Нет, молочница. Promise race. Race. Да, кто-то первый. Гонка. 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 Race. Гонка. Да, хорошо. Хорошо. Молодец. Замыкание. Что такое? Clojure? Замыкание. Когда функция создается, она запоминает место, в котором она была создана и помнит все свое лексическое окружение. Ну, например, если у нас есть функция, которая принимает x, она возвращает функцию, которая принимает a, а внутри возвращает a плюс x, то вот это классический пример замыкания, когда мы будем вызывать функцию, которая находится внутри, помнит про x. Хорошо. Сойдет. Так. Прекрасно. И давай передать дадим слово другому. Все, у тебя все замечательно. Да. Так, кто, кто у нас следующий? Кто следующий? Я попробую. Давай, Саш. Так, по какой теме? JavaScript, тестирование? Я реакцию, чё, фулстак, но не очень в этом пока что. Ага, а в чем ты хорошо разбираешься, чтобы я... Ну, по всему не очень, но... Понемногу, понемногу, как говорится, чё-то я да и знаю. CSS? CSS, да, знаю. HTML, гипертекст, это все одно и то же. Так, хорошо, ладно, давай начнем с JavaScript, CSS-то, не интересно. Приходит значение какое-то, и как нам определить, что это boolean или не boolean? Какие способы для определения? Из boolean, во-первых, во-вторых, type of, можно просто использовать type of, и еще, не знаю, даже что еще. Я думаю, все. Ладно, хорошо. Можно еще что-то есть, но я не знаю об этом. Как нам, вот представим себе, у нас есть некоторый объект, но мы думаем, что это объект. Мы пишем точку, обращаемся к какому-то его свойству, потом ставим точку, обращаемся к другому свойству, мы думаем, что там тоже объект. И как мы можем подстраховаться от того, что в нашем пути может что-то отсутствовать? Ну, можно использовать, допустим, квадратные скобочки, допустим, и указывать точное имя, если мы знаем, если это объект, и мы знаем то, что как он называется, вот если вы говорите там точка, 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 то есть это предполагается то, что объект в объекте и в объекте. Если, допустим, мы знаем то, что объект в объекте и в объекте, ну, как бы мы смотрим на это, да, и мы видим имя, то, соответственно, мы можем просто писать имя. Если что-то не так, то он ничего не даст. Не, ну вот в каком-то объекте, в эталонном объекте все хорошо но иногда объект может прийти без какого-то внутреннего свойства допустим там получаем клиентов у которых нет объекта адреса все все есть а вот объекта адреса нет а внутри а проверку просто сделать возможно не как-то модуль как вот нам с этим вот путем подстраховаться использовать нет именно сам путь какие действия в пути мы можем сделать так чтобы подстраховаться чтобы все не сломалось когда придет что-то не так кто знает вопрос да вопрос мы ставим до точки или после точки до точки так слева точки ставим образец знак это это сохранит кода того что он полностью не грохнется хорошо так ты это не знал но загуглишь потом посмотрим что это такое у нас есть такой оператор три точки какие у него могут быть варианты использования это разворачивает объект массив это можно использовать допустим когда нам нужно создать какой то если нам нужно продублировать объекты или массив мы просто используем это и все там допустим опять же у нас есть какой там объект или массив как раз как вам сказать аккаунта да там где есть пароль email и тому подобное и нам нужно как бы скопировать его куда-то допустим неважно куда то мы просто добавляем создаем новую константу записываем туда и у нас уже есть новый объект или массив, ну, понятное дело, там ссылка уже другая этого объекта или массива, но он как бы сохраняет свою суть. Сам факт того, что ссылка сама меняется с объекта или массива. Хорошо, давай прицепимся к этому. Мы тот вопрос пока... Вот если ты делаешь такое копирование, какие недостатки этого копирования есть? Или какие даже недостатки, а просто особенности, которые мы должны учитывать? Ну, она как бы сохраняет... Новая ссылка, да. И мы не сможем... Мы можем это изменить, конечно, просто там дальше дописать, но не можем изменить старое. Не можем изменить старое, да. Какие особенности еще есть? Кто понимает мой намек? Может быть, ты говоришь про то, что не выздорово копирование, что внутренние объекты будут оставаться по ссылке? Да, это называется shallow copy. Это называется неглубокое копирование. Так, зацепимся за это. А глубокое копирование, как сделать массива или объекта? Ну, можно использовать JSON. Можно. А можно вручную это все делать. Как? Да просто писать, создать новый объект, если что там у нас. А если они вручную прописывать? А ну или мап? Мап. Но если они прям вот лохматые, там, структура очень не... Запутанная. Да. О, я даже не знаю, что можно использовать. Мап, но тоже не... Так, вот, по-моему, Джей хотел что сказать, да? Джей, Ви Джей. Ты хотел сказать что, да? Извините, я пропустил. А, да, ты пропустил. Если я правильно помню, то у нас есть метод. Единственное, я не помню его точное название. Что-то связанное с клон, то ли структура, кулон, ну, что-то такое. Структура, кулон. Структура. Структура. Или рекурсии, наверное, все-таки. Если про ручное копирование говорим. Ну, если в этом смысле ручное. Я вам рекомендую. Вот всем абсолютно, кто идет на... У кого будет кодинг, к этому, кью-автомейшн, джаваскрипт, там, фронтендеры и так дальше. Лучше, ребята, научитесь делать глубокую копию объекта или массива. Рекурсии. Рекурсии, именно. А? Надо будет записать это. Да, да, да. Это прямо вот... Если бы мы проводили бы интервью, сказали бы, дайте нам только 10 вопросов, чтобы мы поняли, человек, как бы, котелок варит или не варит. Я бы обязательно включил бы сюда дип-клон. Дип-копи. Дип-копи. Джейсон этого не делает? Он делает, но это слишком просто. А, ладно. Если ты хочешь... Если, как бы, вот об этом речь, то есть встроенные методы. Мы, допустим, используем лодаж. В лодоше есть вот эти все дип-копи, дип-клоны. Там это все есть. Но я говорю именно про реализацию этого всего. Задачи на интервью, они большей частью для того, чтобы не посмотреть, как вы умеете пользоваться лодажем, или как вы хорошо гуглите, а то, как вы можете соображать вот сейчас, вот в реальном времени, там, какие основные принципы вы понимаете. Так, мы смотрели троеточие, которое называется, как? Вот в том, как ты его назвал? Героятно, но это... Мы назвали его как спред. Тернарный. А, спред, да. Спред, спред, тернарный оператор, это другой. Тернарный оператор, да. Ну, ты сейчас сам все выдашь. Хорошо, это был спред оператор. В каком еще контексте используется троеточие? Но называется уже по-другому. Вы имеете в плане в виду то, что не используется для копирования? Да, есть еще один способ, ну, есть еще одно применение, в котором он используется, но не как способ копирования. Хорошо, кто знает? Это REST оператор, используется для передачи. Мы так пропсы часто передаем. Да, REST оператор. Остаток на пропсы, допустим. Да, в параметрах функции вы это указываете. Саша, ты это знал, не знал, не видел? Вы имеете в виду, когда в реакции делаете, как бы, пропсы передаете, да? В параметрах, когда вы пишете троеточие в скобочках внутри функции. А, я понял. Посмотрите тоже. Делайте вот таким образом. Если что-то из того, что я вам говорил, оно относится к вашей сфере, если вы это не знали, запишите себя, загуглите, посмотрите, чтобы у вас эти вопросы были, чтобы вы их подготовили. И вроде бы, насколько я правильно помню, еще к этому можно использовать деструктуризацию. Ну, если надо, вроде бы. Да. Нет? Да. Да? Ну, деструктуризация, это когда ты как бы разворачиваешь ее. Да, да, да. Это ты внутри используешь тот же spread оператор. Удобнее использовать деструктуризацию. Смотри, я в чате напишу сейчас, я в чате сейчас напишу, или, точнее, даже не в чате, я сейчас открою экран и покажу. Смотри. Вот. Если будет вот такая, вот там где-то у нас есть... Что тут произойдет? Ничего не произойдет. Как бы... Даже не знаю. Ну, оно, по идее... Да, ничего не произойдет. Ошибка, по идее, нет? Нет. Кто скажет? Меняем местами. А, поменяются, да, местами. Это мы проходили недавно. Да, А поменяется на Б, а Б поменяется на... Это как использование сплайса, когда там надо, ну, когда нужно поменять там определенные значения на другие. Это деструктуризация. Ты просто сказал про деструктуризацию, я вспомнил этот пример и решил проверить. Хорошо. Хорошо, это есть. Да, есть. Так, ну, нормально. А где вы проходили? Я просто подумал, что там... Что именно? Ты у нас учишь это или ты сам? Что именно учил? Деструктуризацию. А, да, это... Ну, это как бы... Вот этот пример, который вы дали, мы его недавно проходили с Юлией. Вот. Прекрасно. И я подумал просто, что они должны вот эти как бы сравнения, вот это там, где вы там А равно Б, точнее А, Б, ну, короче, да, вот этих А массива, к ним еще нужно еще один добавить в квадратики. Ну, нет, я что-то верю, буду. А, если вы имеете... Давай проверим, давай проверим. Давайте, давайте. У меня есть список вопросов, как бы, я вам рекомендую просто загуглить, чтобы вам быстрее это все искать. Но я не задаю те вопросы, которые уже устарели тысячу лет назад. Смотри, мы создаем переменную А, в нее записываем 2, создаем переменную Б, в которой записываем 3. Так тоже можно писать. И вот здесь пишем А, Б, мы создаем массив. Да, да, да. Так. И вот сюда пишем Б, Б, А. Ну, вот такая вот история. Теперь напишем консой лог, и здесь напишем А, Б, и проверим, работает или нет. То есть в А теперь 3, в Б 2. Вот, работает. Хорошо. Давайте посмотрим вот такой пример. Конст. Вот у меня будет какая-то функция, я специально назову ее так, чтобы было тяжело понять. Ну, и вот здесь напишу, напишу так. Как мне ее вызвать? Вызвать? А, как он слег, а сначала пишем, потом, сейчас нужно подумать, еще потом в них скобочки. В этих скобочках, по идее, должен быть Б. Хотя нет. Это функция, функция, функция. Соответственно, первый параметр, я думал, там в А, то есть мы вызываем функцию А, в которой есть функция Б, С и Д. Соответственно, в А должно быть Б, в Б, С, ну, как матрешка. Ну, давай матрешка. Что писать? Вот, ну, у меня условно вот есть числа. Как мне вот получить, как мне эту функцию запустить, чтобы получить 6? А, 6, ну, вот, допустим, потом там, в этой, вот, да, да, вот тут пишем 1, двойные скобочки, ну, скобочки. Тут пишем, там, 2, допустим. Нет, так работать не будет, такого синтаксиса нет. Нет, тогда я не знаю. Кто знает? Firing fun – это функция, которая вызывается, как бы, цепочкой. То у нас надо новые скобки после А, 1 вызвать еще, выбрать, да, скобки, туда пишем 2, и потом туда пишем 3, и… И все. Да, и вот так вот. Вот вам шестерка, да. Я смотрела на канал. А вот как они так работают? Где я смотрела? Ну, на канале, которая у вас… Смешная сумма или как там она называется? Не скучная сумма. Да, 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 есть в Ютьюбе. Список вопросов, да, просто пишите, там, это сейчас, ну, как бы, относительно старый, ну, хотя, не такой уж и старый. Пишите просто 100 вопросов на JavaScript, на фронтенд, и смотрите, все ли вы знаете. Так, это знаем, 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 знаем. То есть вы должны проходиться по любому списку, и вы такие, знаю, знаю, знаю. Так, как я пишу, не скучная сумма. Так, какие-то слова. Вот, не скучная сумма в JavaScript. Там есть, там есть примеры. Только я сейчас вам покажу, да. Там есть пример. Вот такое, два в скобках, там потом та-та-та-та-та-та-та-та-та-н. Вот это вообще будет интересно. Всего 25 минут. Скидываю вам зум. Сейчас, где этот зум? Где-то пчат. все разъехалось вот она вот не скучная сумма посмотрите посмотрите на досуге устали нормально нормально хорошо не в общем нормально все все прекрасно просто посмотри возьми детали детали еще и про есть проходить по списку проверяя все ли ты знаешь знаешь понимаешь да так кто у нас будет следующий давайте еще одного человека посмотрим и будем расходиться кто хочет давайте вопросы простые же видите я уже все практически задал уже начинаем выдумывать можно меня на реакт давай давай вот значит в реакте есть хуки что такое хуки это функция которая выполняет какие-то действия например юз стоит юз контекст юз колбек достаточно много юз мама каждый хук используется по разному хорошо для чего используется вот это вот мема юз мема что он может дать для того чтобы минимализировать значение функции ну допустим у нас есть какая-то функция которая передается и каждый раз при рендере эта функция будет создаваться заново и вызываться чтобы не было пересчетов ее можно обернуть юз мема и это снизит количество рендеров хорошо а как мы можем данные дочернего компонента передать в родительский компонент но можем поднять состояние через пропсы то есть сверху мы спускаем вниз функцию в которую мы передаем эти данные а можем использовать юз контекст ну или любой стоит менеджер какой стенд менеджмент и используешь ну в реальной жизни чаще всего редакцию достаточно много так пару слов про редакцию хотя я надеюсь что редакцию будет спрашивать все меньше и меньше но спрашивают еще я просто надеюсь что это что это ну тогда тогда про редакцию хорошо это это тоже интересный вопрос давай разберем просто редакцию он настолько сильно вбился в головы что что давай все таки по нему какие какие основные части редакции как он работает что он вообще что он обеспечивает нам как как стоит менеджмент у нас есть есть диспатч есть хранилище то есть нам нужно у экшена обязательно должен быть тип и может быть какая-то полезная нагрузка диспатчица экшен заходит ну грубо говоря в сторону не знаю как это даже называть вот и происходят изменения в любой точке нашего приложения мы имеем доступ к этому редакцию редакцию редюсер я имела я имела ввиду редюсер редюсер диспатч и экшен какой порядок какой порядок какой порядок происходящего там если нам нужно что-то там поменять что мы должны сделать задиспатчить экшен он придет редюсер в редюсер у нас обрабатываются чистые функции делается изменение как то так какое вот есть такое понятие как high order function и какое отношение на имеет к редакцию high order function это когда мы нашу функцию оборачиваем в другую функцию которая ну каким-то образом модифицирует ее high order component high order component я оговорился high order component тоже функция компонент по сути тоже функция поэтому вот оборачиваем любой компонент в хок и мы можем добавить определенную логику этому компоненту ну допустим если я правильно помню то with road это пример хука из реактор роутер дом да хок да три большие буквы h о окей да хорошо вот connect функция connect редакции это тоже high order component это тоже хок да так хорошо редакс альтернативы раз ты уже затронула что ты отвечаешь на этот вопрос ну у меня честно дома заготовка я так на тебе не отвечу сходу энзим кроме энзима я тебя ничего не вспомню очень многие сейчас пытаются использовать контекст своих приложениях да то есть это в принципе хорошая альтернатива в реакции да так я даже сейчас напишу редакс альтернативы мы пробовали использовать и точнее используем зустант зустант и граф кел еще тоже там там у него своя обертка есть ну моб еще есть да моб икс да да я не знаю как бы жив не жив этот моб икс да а что что меня слышно да 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 ну ладно с этим с этим разберемся давайте так у нас у нас уже время у вас уже тоже поздно что я вам рекомендую если вы идете на вакансию фронтенд разработчик к автомэйшн то вы должны просто готовиться к тем вопросам которые потенциально могут вас спросить именно вот те вопросы которые я говорил сегодня промисы замыкания это вот прям вот классика где она там не была копирование объектов определить этот объект не объект массив не массив вот ага все если будут какие то вопросы их сразу же разбирайте я вам рекомендую что ребята я вам рекомендую так чтобы у вас был какой то более менее собеседник используйте чат gpt я понимаю что это немного такой попсовый вариант но через него вы можете посмотреть какие то там позадавать вопросы просто для самого себя разобрать какие то ситуации потому что не на все не все вопросы разбираются разбираются детально вы можете найти ответ на каких то там учебниках но через чат gpt вы просто можете наводящими вопросами на какую то какую то тему лучше лучше разработать по промисам еще вам рекомендую посмотрите в интернете есть старинная статья называется бургерная вечеринка и там очень хорошо объясняется работа промис рекомендую также для кто не видел мое видео про нескучную сумму посмотрите там есть там несколько вопросов идут с собеседований прям вот если вы его посмотрите поймете внимательно может быть его нужно будет какие то части несколько раз просмотреть рекомендую я очень горжусь что сделал этот видос все всем спасибо и надеюсь это вам поможет в вашем карьерном развитии всем пока спасибо пока спасибо спасибо